Любимая, перестань плакать. Что случилось? Мои родители против нашей свадьбы. И всего-то, глупенько, не переживай, я найду себе другую невесту. Запоздавший гость садится за стол, подвигает вазочку с чёрной икрой и начинает есть ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо шепчет. Милейший, это же вам не каша. Ну что вы, никакого сравнения. Любовники, а твой муж может неожиданно вернуться из командировки? И не надейся. Она ему, я когда переживаю, меня на солёное тянет. Когда тебя, Люся, на солёное тянет, я начинаю переживать. Любимая, я у тебя первый парень? Конечно. А как же Лёха? Ну что ты? Лёха не парень, Лёха мужик. Я никогда не куплю квартиры в центре. Там мне где с собакой гулять. Не хочу тебя расстраивать, но квартиры в центре ты никогда не купишь не только поэтому. Мужчина, купите амулет, приносящий деньги. Откуда приносящий? Вы ещё спросите, кому? Чё делаешь, в телефоне сидишь? Нет, просто лицо себе подсвечиваю. Пьяный муж возвращается поздно домой. Открывает дверь. Перед ним стоит жена в руке сковородка. Муж. Галя, иди ложись спать, я не голодный. Звонок в три часа ночи. Ты спишь? Да, блин, сплю. Так спи, чё трубку берёшь? А ещё мы учиться ходили в школы, а оценки нам ставили в бумажные дневники. Ох, и заврался ты, дедуля. Ещё скажи, что зимой вы снег ели. Продолжение следует...